Дорожные службы Сургута начали отмывать установки общественного транспорта после зимы. По контракту подрядчики с 15 апреля перешли на летний режим работы. Специалисты при помощи машин с аппаратами высокого давления регулярно моют павильоны, очищают их от грязи, также убирают мусор и объявления. Как отмечают коммунальщики, сложнее всего бороться с граффити. После душа автобусная остановка должна высохнуть, чтобы рисунки можно было закрасить. Это существенная проблема у нас в городе Сургуте. Почему-то жители у нас как-то разрисовывают данные остановки. Они не учитывают труд других людей, но это же портит, по сути, вид общего города. Мы, да, очень сложно убирать эти надписи, но стараемся использовать какие-то жидкости против граффити. Но, к сожалению, не всегда помогает. Мы ущеряемся, все равно по мере возможности отмираем. Идет у нас уборка остановочного павильона раз в два дня. Остановочный посадочный площадок раз в шесть дней. Мойка стен остановочных павильонов раз в тридцать дней. Уборка мусора ежедневно с урн. Семь подрядных организаций, ответственных за содержание улиц, до конца недели должны привести в порядок 180 автобусных остановок. Коммунальщикам предстоит отмыть павильоны. Если нужно, то починить конструкции, скамейки, заменить стекла или урны. Вместе с этим уберут от песка и грязи проезжие части и прибордюрные зоны. Навести порядок городские службы спешат до майских праздников. К 1 мая мы должны успеть все почистить, привести в порядок. Большинство мы, по крайней мере, по всем магистральным улицам, по крупным, где есть большинство жителей, чтобы было все нормально, красиво. Проблематичных остановок у нас нет, они все у нас на контроле. Мы за всеми следим, все муниципальные павильоны у нас чистятся. Продолжение следует...